Филипп Дик. Крустальный склеп. Читает Александр Большишальский. Беспредельный ужас охватил пассажиров последнего внутрисистемного рейса Марс-Терра. Корабль преследовали черные лейтеры, а до грозной красной планеты все еще было рукой подать. «Внимание, корабль Стерры! Внимание! Приказываю немедленно садиться на Деймос для осмотра на контрольной станции! Внимание! Приказываю немедленно садиться!» Металлический скрежет громкоговорителя, звонким эхом разлетелся по коридорам огромного корабля. Люди встревоженно переглянулись, по салону пробежал недовольный шепоток. Все прильнули к иллюминаторам, всматриваясь в светлеющую внизу каменную точку Деймоса, на котором располагался контрольно-пропускной пункт Марсиан. «Да в чем дело?» — испуганно спросил пассажир одного из пилотов, когда тот вышел из кабины, чтобы проверить аварийный шлюз. «Вынужденная посадка, оставайтесь на местах!» — на ходу ответил пилот. «Что? Посадка? С какой стати?» Пассажиры снова недоуменно уставились друг на друга. Над выпуклым корпусом межпланетника парили три небольших марсианских корабля-преследователя, настороженные, готовые к любой неожиданности. Когда терранский корабль нацелился садиться, марсиане спустились чуть ниже, впрочем, продолжая держаться на некотором расстоянии. «Ох, чувствую, что-то тут не так», — нервно проговорила одна женщина. «Я уж обрадовалась, думала, мы распрощались с марсианами раз и навсегда, да что ж еще стряслось?» «Ну, если им так хочется осмотреть терран напоследок, я не против», — добродушно сказал соседу упитанный коммерсант. «Нет, в конце концов, это ведь последний терранский корабль, улетающий с Марса. Чертовски повезло, что нас вообще отпустили». «Как думаете, война все-таки начнется?» — спросил молодой человек, сидящий рядом девушку. «По-моему, марсиане побоятся связываться с Террой. У нас такое оружие, такой производственный потенциал. Да мы бы за месяц камня на камне... Ай, одна болтовня!» Девушка окинула его быстрым взглядом. «Зря вы так категорично. Марсиане в безвыходном положении и будут биться не на жизнь, а насмерть. Я на Марсе три года жила. Она поежилась. Слава богу, наконец-то отсюда сматываюсь, если...» «Приготовиться к посадке», — громко объявил пилот. Корабль медленно заскользил к крошечному запасному космодрому. Спутник Марса нечасто принимал посетителей. Ниже, еще ниже, скрежет резкий удар, и все стихло. «Сели!» — удовлетворенно заметил толстяк. «Надеюсь, аборигенам хватит ума нас не трогать. За нарушение космического соглашения Терра их в порошок сотрет». «Всем оставаться на местах», — разнесся по салону голос пилота. «Покидать борт корабля запрещено, такое требование марсианских властей». Пассажиры беспокойно зашевелились. Одни попытались отвлечься чтением, другие уставились в иллюминаторы, с напряженной тревогой наблюдая, как из трех спустившихся кораблей-преследователей выскакивают вооруженные до зубов марсиане. Солдаты, ускоренным маршем, двинулись через поле к терранскому кораблю. Этот межпланетный пассажирский лайнер отбыл на Терру последним. Остальные улетели давно, еще до начала военных действий. Он увозил с грозной красной планеты не успевших вернуться домой терран. Коммерсантов, эмигрантов, туристов. «Как, по-вашему, что им нужно?» Снова обратился к девушке молодой человек. «Не помешь этих марсиан? Сначала дают разрешение на вылет, а едва мы поднимаемся в воздух, приказывают садиться. Кстати, позвольте представиться. Тэтчер. Боб Тэтчер. Раз уж мы тут застряли...» Открылся шлюз. Разговоры резко смолкли. Все взгляды обратились в сторону входа, где в проеме, на фоне блеклого солнечного света, возник черный силуэт представителя марсианских властей. Младший Лейтер внимательно осматривал салон корабля. Позади застыла горстка солдат с оружием на готове. «Проверка не займет много времени», — объявил Лейтер и вместе с солдатами вошел внутрь. «Вы скоро продолжите путь». У пассажиров вырвался дружный вздох облегчения. «Нет, вы только взгляните», — зашептала девушка Тэтчеру. «Терпеть не могу эту черную форму». «Да, обычный младший Лейтер», — ответил тот. «Не волнуйтесь». Держа руки на поясе, марсианин какое-то время бесстрастно разглядывал сидящих в салоне. «Необходимо проверить всех присутствующих на борту корабля. Поэтому было приказано сесть», — объяснил Лейтер. «Вы улетаете с Марса последними». «Большинство пассажиров, разумеется, обычные безобидные люди. Нас же интересуют трое тарран-диверсантов. Двое мужчин и женщины. Они провели операцию, неслыханно жестокую и разрушительную. По нашим сведениям, преступникам удалось скрыться на этом корабле». Люди негромко загудели. Одни удивленно, другие негодующие. Лейтер подал солдатам знак следовать за ним и зашагал по проходу. Два часа назад был уничтожен марсианский город. Ни руин, ни жителей. Даже камня не осталось. Лишь впадина среди песков. За секунду целый город превратился в ничто. И Марс не успокоится, пока диверсантов не поймают. Нам отлично известно, что они здесь, на борту. «Да это глупости», — воскликнул коммерсант. «Нет тут никаких диверсантов». «С вас и начнем», — заявил Лейтер, подходя к толстяку. «Сейчас узнаем, правду вы говорите или лжете. Встаньте». «Да-да, поднимайтесь». Солдат передал Лейтеру квадратную металлическую коробочку. Покраснев, толстяк медленно встал. «А видите ли здесь...» «Вы причастны к уничтожению города, отвечайте». Коммерсант сглотнул комок в горле и сердит и пробурчал. «Не знаю я ничего о разрушенном городе, кроме того...» «Он говорит правду». Бесстрастно констатировал прибор. «Следующий». Лейтер двинулся дальше. Худощавый лысый мужчина, вскочив с места, нервно выпалил. «Нет, сэр, я ничего об этом не знаю». «Он говорит правду», — подтвердила металлическая коробочка. «Следующий, встаньте». Один за другим люди послушно поднимались, отвечали на вопрос и с облегчением садились обратно в кресло. Наконец, осталось всего несколько неопрошенных пассажиров. Лейтер молча буравил взглядом горску подозреваемых. «Итак, пятеро». «Значит, те трое среди вас. Круг сузился». Марсианин взялся за пояс, в руке бледно сверкнул огненный жезл. Лейтер навел оружие на тиран. «Ладно, начнем с крайнего. Что вам известно об этой операции? Вы причастны к уничтожению города?» «Ничего, абсолютно ничего», — пробормотал мужчина. «Он говорит правду», — равнодушно согласился прибор. «Следующий». «Нет, мне ничего не известно. Я не имею к этому никакого отношения». «Это правда», — признала металлическая коробочка. Пассажиры затаили дыхание. Остались лишь трое. Мужчина средних лет, его жена и сын подросток. Они сжались в углу и, побледнев от ужаса, смотрели то на Лейтера, то на жезл, сияющий в темной ладони. «Значит, это вы», — процедил Марсианин, подступая к испуганной семье. Солдаты вскинули оружие. «Ну точно. Эй, мальчик, что тебе известно о разрушении города? Отвечай». Мальчуган отрицательно качнул головой и прошептал. «Ничего». Прибор, выдержав паузу, неохотно произнес. «Он говорит правду». «Следующий». «Ничего», — пролепетала женщина. «Ничего». «Правда». «Следующий». «Я не взрывал город», — ответил мужчина. «Вы зря тратите время». «И это правда», — согласилась коробочка. Какое-то время Лейтер растерянно вертел жезл в руках, потом сунул оружие за пояс и дал солдатам знак «Уходим». «Можете лететь дальше», — объявил марсианин, направляясь к выходу вслед за остальными. В проеме люка он остановился и вновь обвел пассажиров грозным взглядом. «Да, можете лететь. Но врагам нашей планеты сбежать не удастся. Диверсантов поймают, даю слово». Лейтер задумчиво потер смуглый подбородок. «И все же странно. Я ни секунды не сомневался, что они на этом корабле». «Ну что ж, наверное, ошибся. Так и быть, летите. И помните, тех трех поймают. Непременно. Даже если на поиски уйдут годы. Марс их поймает и накажет. Клянусь». Долгое время никто не решался заговорить. Ровно и тихо урчали двигатели. Корабль снова мчался сквозь мрак космоса, увозя пассажиров домой. Прочь от враждебной планеты, и красный шар, и его спутник уменьшались, тускнели, а вскоре вовсе исчезли из виду. У таран вырвался вздох облегчения. «Столько шума из ничего», – проворчал кто-то. «Дикари», – возмутилась женщина. Потихоньку люди начали подниматься, пассажиры вереницы потянулись в комнату отдыха и коктейль-бар. Девушка рядом с Тэтчером тоже встала и, поправив накинутую на плечи кожаную куртку, шагнула мимо молодого человека. «Простите». «В бар?» – поинтересовался Тэтчер. «Позвольте составить вам компанию». «Конечно». Вслед за остальными они неторопливо двинулись в сторону барра. «Только я до сих пор не знаю, как вас зовут», – сказал Тэтчер. «Мара Гордон». «Мара, чудесное имя. А где вы живете, Нотерри? В Северной Америке, в Нью-Йорке?» «Я бывала в Нью-Йорке», – ответила она. «Прекрасный город». Девушка была удивительно хороша, стройная, изящная, с гривой темных волос, рассыпавшихся по плечам. Переступив порог зала, они в нерешительности остановились. «Давайте лучше за столик», – предложила Марра, окинув взглядом барную стойку, где сидели преимущественно мужчины. «Например, там». «Но там занято», – возразил Тэтчер. За столиком, пристроив у ножки портфель с образцами товаров, действительно расположился толстяк-коммерсант, сероглазый, краснолицый мужчина средних лет. «Мы что, подсядем к этому торговцу?» «А ничего страшного», – отозвалась девушка, направляясь прямиком к столику. «Вы не возражаете?» – спросила она коммерсанта. Толстяк взглянул на нее, приподнялся и пробормотал. «Напротив, очень рад». Он испытывающе уставился на Тэтчера. «Только я не один, сейчас подойдет мой приятель». «Ничего, места всем хватит», – сказала Марра. Тэтчер подвинул девушке стул и сел рядом. Он вдруг заметил, как странно смотрят друг на друга «Мара с коммерсантом». Точно старые знакомые. Толстяк нервно барабанил по столешнице кончиками пальцев, на руке вырисовывала сеточка вздутых вен. «Меня зовут Тэтчер», – представился спутник Марры. «Боб Тэтчер. Раз уж мы сидим вместе, может, познакомимся?» Коммерсант вновь смерил его пристальным взглядом и медленно пожал протянутую руку. «А почему бы и нет? Ральф Эриксон». «Эриксон», – заулыбался Тэтчер. «Наверное, вы занимаетесь торговлей», – он кивнул на портфель. «Угадал?» Толстяк, представившийся Эриксоном, хотел было ответить, но тут к столику подошел худощавый мужчина лет тридцати и окинул сидящих живым дружелюбным взглядом. «Ну что ж, полет продолжается», – сказал он Эриксону. «Привет, Марра». Мужчина отодвинул стул, быстро сел и вытянул перед собой сцепленные руки. Посмотрев на Тэтчера, он слегка подался назад и смущенно пробормотал. «Извините». «Боб Тэтчер», – представился молодой человек. «Надеюсь, я вам не мешаю». Он переводил взгляд с одного на другого. Настороженная Марра, бесстрастный толстяк Эриксон и, наконец, новоприбывший. «Так вы знакомы?» – неожиданно воскликнул Тэтчер. Ответом ему стало молчание. Лишь когда у столика бесшумно возник робот-официант, чтобы принять заказ, Эриксон встрепенулся и буртнул. «Минуточку, что будем? Марра?» «Виски содовой». «А ты, Ян?» Дружелюбный худощавый мужчина улыбнулся. «То же самое». «А вы, Тэтчер?» «Джинс тоником». «И мне виски содовой», – сказал Эриксон. Робот-официант в мгновение ока вернулся с напитками и расставил их на столе. «И так?» – начал коммерсант, поднимая стакан. «За успех!» Все выпили. Тэтчер, толстяк Эриксон, нервная встревоженная Марра и недавно присоединившийся к компании Ян. Девушка с коммерсантом вновь быстро переглянулись. Если бы Тэтчер не смотрел неотрывно на Марру, то и не заметил бы их обмена мимолетными взглядами. «Так чем вы занимаетесь, мистер Эриксон?» – поинтересовался Тэтчер. Эриксон вскинул глаза на молодого человека и, кивнув на портфель, хмыкнул. «Ну, как видите, я камевеяжор». Тэтчер расцвел. «Я сразу догадался. Камевеяжора очень легко определить. По портфелю с образцами товаров». «И что вы продаете, сэр?» Эриксон молча облизал толстые губы. Его полуприкрытые, как у жабы глаза, ничего не выражали. Наконец, задумчиво потеряв рот, коммерсант положил портфель на стол. «Ну как, пожалуй, мистеру Тэтчеру можно показать». Все уставились на кожаный портфель по виду совершенно обычной, с металлической ручкой и защелкивающимся замком. «Просто сгорают любопытства», – воскликнул Тэтчер. «Ну что же там, вы так нервничаете. Неужели бриллианты? Или краденые драгоценности?» Ян расхохотался, но как-то невесело. «Эрик, брось, мы еще близко». «Ерунда, Ян», – громко возразил толстяк. «Мы уже далеко». «Пожалуйста», – прошептала Марра. «Не торопись, Эрик, погоди». «Да зачем ждать, с какой стати? Вы так привыкли к...» «Эрик», – перебила девушка Камева и Жора, кивая на Тэтчера. «Мы ведь совсем его не знаем, прошу, не надо». «Разве мистер Тэтчер не тиранин?» – ответил Эриксон. «Сейчас все тирани заодно». Он принялся возиться замком. «Да, я Камева и Жор. Мы все Камева и Жоры, все трое». «А, вы знакомы?» «Верно», – признал Эриксон, в то время как два его компаньона напряженно замерли, устремив глаза в пол. «Знакомы, вот, смотрите, наши товары». Он выложил в ряд образцы. Нож для вскрытия писем, точилку, стеклянное пресс-папье в виде шара, коробку с кнопками, скрепки, пластмассовую пепельницу, еще какие-то предметы, назначения которых Тэтчер не знал. И захлопнул портфель. «Ясно. Занимайтесь констоварами», – сказал молодой человек. Он осторожно тронул пальцем нож для вскрытия писем. «Отличная сталь, шведская». Не сводя глаз с лица Тэтчера, Эриксон кивнул. «Не слишком впечатляет, да? Пепельница, скрепки». Толстяк улыбнулся. «Ну, Тэтчер пожал плечами. Почему бы и нет, констовары всегда нужны. Единственное, чему я удивляюсь... Ну, чему же? Вот интересно, неужели на Марсе было столько покупателей? Неужели ваши труды окупались?» Молодой человек умолк. Его внимание привлекло пресс-папье. Он взял шар в руки, поднял к свету и рассматривал его содержимое до тех пор, пока Эриксон не забрал образец. «И еще, странно. Если вы знакомы, то почему сели раздельно?» Три пары глаз тут же настороженно уставились на Тэтчера. «Почему и словом не перекинулись, пока корабль не улетел с Деймоса?» Он с улыбкой подался к Эриксону. «Двое мужчин и женщина, трое, сидят порознь, не общаются, пока не пройден контрольный пост. Я вспомнил слова марсианина и невольно сопоставил факты. Трое диверсантов, женщина и двое мужчин». Побледнев как привидение и тем не менее улыбаясь, Эриксон сложил товары в портфель. Мара сосредоточенно вертела в руках стакан, перекатывая туда-сюда последнюю каплю жидкости. Ян нервно сцепил пальцы и часто моргал. «Вот за кем гнался Лейтер», — тихо сказал Тэтчер. «Вы разрушители-диверсанты». «Но детектор лжи...» «Почему прибор не заметил обмана?» «Как вам удалось обвести всех вокруг пальца?» «А теперь вы в безопасности, вдалеке от контрольного поста марсиан. Он с улыбкой оглядел собеседников. «Черт возьми, я и правда поверил. Поверил, что вы Эриксонками выезжор. Вам действительно удалось меня одурачить». Эриксон немного расслабился. «Ну что ж, мистер Тэтчер, вся эта конспирация ради благого дела. Хотя вы наверняка тоже не слишком любите Марс, как любой-то ранен. Вот и домой, смотрю, возвращаетесь». «Само собой», — ответил молодой человек. «Готов спорить вам троим, есть что рассказать?» Он обвел собеседников ободряющим взглядом. «Впереди еще примерно час пути, а этот перелет Марс-Терра уже тоску навевает. Посмотреть нечего, делать тоже особенно нечего. Только напиваться в баре». Тэтчер медленно поднял глаза. «Может, расскажете что-нибудь занятное, чтобы мы не уснули?» «Ну давай же», — сказал Ян. «Он ведь знает, кто мы. Расскажи все». «Ты сам можешь рассказать», — заметила Мара. Ян вдруг облегченно вздохнул. «Ладно, откроем карты, сбросим камень. Устал я таиться, убегать?» «Ну, конечно», — с энтузиазмом согласился Эриксон. «А почему бы и нет?» Он откинулся на спинку стула и расстегнул пуговицы жилета. «Разумеется, мистер Тэтчер, я с удовольствием расскажу вам историю. Обещаю, будет занятно, не уснете». Не обмениваясь ни словом, три человека бежали по выжженному солнцем марсианскому грунту через безжизненную рощицу засохших деревьев вверх по склону небольшого холма. Едва они перевалили через узкий гребень, как Эрик резко остановился и упал на живот. Его спутники мгновенно распластались рядом и замерли, жадно глотая воздух. «Тихо», — прошептал Эрик, приподнимаясь. «Ни звука. Теперь мы в любой момент можем столкнуться с лейтерами. Рисковать нельзя». До города оставалось чуть больше мили. От мертвого леска, где залегли трое, марсианскую крепость отделяла идеально ровная пустыня. Ни деревца, ни кустика, лишь извилистые бороздки на песке. Редкие порывы горячего ветра доносили до рощи едва уловимый едкий запах гори и пыли. Эрик махнул рукой. «Смотрите, вот и город». Тяжело дыша после недавней пробежки, они неподвижно вглядывались вперед сквозь ветви деревьев. До города, казалось бы, рукой подать. Таким-то ранее его никогда не видели. Им вообще не позволялось приближаться к крупным городам, средоточиям марсианской жизни. Даже в прежнее время, когда между двумя планетами еще не назревала война, аборигены предусмотрительно не подпускали чужаков к своим цитаделям. Отчасти из страха, отчасти из непроизвольной враждебности к бледнокожим гостям, размах коммерческой деятельности которых снискал уважение и неприязнь всей вселенной. «Ну как?» – спросил Эрик. Город был громаден, намного больше, чем они его себе представляли, изучая чертежи и макеты марсианской крепости. Гигантский, суровый, чернеющие на фоне неба высокие башни, неправдоподобно тонкие колонны из древнего металла, многие века простоявшие натиском ветра и солнца. Город опоясывала стена из огромных красных кирпичей, ее возвели рабы в эпоху ранних марсианских династий по велению первых императоров. Древний, опаленный солнцем город, возвышающийся посреди бесплодной равнины в кольце мертвых лесов, немногим-то ранам довелось увидеть его воочию, хотя все военные министерства терры тщательно исследовали марсианскую крепость по схемам и картам. Город был примечателен не только древними камнями и старыми башнями. Здесь обитал совет высших лейтеров. Это группа марсиан, неизменно облаченных в черные одеяния, железной рукой правила на планете всем и вся. Совет высших лейтеров состоял из 12 преданных своему делу фанатиков, черных жрецов, вооруженных огненными жезлами, детекторами лжи, ракетоносителями, космическими пушками и бог знает чем еще. Об остальном терра не могли только догадываться. Высшим лейтерам подчинялись младшие лейтеры. Все трое с трудом подавили невольную дрожь. «Осторожно», — снова предупредил Эрик. «Скоро попадем в самую гущу марсианской жизни. Если лейтеры догадаются, кто мы и зачем пришли...» Он открыл портфель, с которым ни на минуту не расставался, и быстро, обозрев содержимое, захлопнул. «Пора!» — медленно поднимаясь, решительно сказал Эрик. «А ну, подойдите, хочу убедиться, что вы смотрите со стороны как положено». Они неспешно спускались по склону, направляясь к вздымающимся над равниной черным шпилям города. Эрик придирчиво рассматривал шагающих впереди Яны и Мару. «Да возьми ее за руку, Ян, вы ведь собираетесь женить, забыли, что ли? Мара твоя невеста». А марсианские селяне очень трепетно относятся к будущим женам. В коротких брюках и куртке, подвязанной веревкой с узелками, Ян выглядел как настоящий местный фермер. Довершала наряд шляпа, чтобы голову не пекло. Выкрашенная специальной краской кожа, отливала темной бронзой. «Отлично выглядишь, вполне убедительно», – одобрил Эрик и перевел взгляд на Мару. Ее черные волосы были стянуты в узел, спрятанный в полой кости юка. На затемненном до предела лице выделялась яркая ритуальная раскраска, зеленые и оранжевые полосы на щеках. В ушах покачивались серьги. В лодыжке девушки оплетала шнуровка крошечных туфелек из кожи перру. Длинные полупрозрачные брюки украшал яркий пояс. На миниатюрную грудь спускалась нитка бус из камешков амулетов, приносящих удачу в браке. «Ну что ж, замечательно», – вынес вердикт Эрик. Сам он был в длинном сером облачении, какое всю жизнь, не снимая и не меняя, надлежало носить марсианским священнослужителям. Их и хоронили в этом грязном тряпье. «Думаю, стражей мы благополучно пораскочим», – сказал Эрик Яну и Маре. «На дороге наверняка будет обычная утренняя толчья». Они молча шагали к черной громаде, под ногами хрустел плотный песчаный грунт. Вдалеке у линий горизонта по направлению к городу двигалась вереница темных силуэтов. Фермеры, крестьяне, торговцы везли на рынок урожай и прочие товары. «Повозка», – воскликнула Мара. Они приближались к узкой дороге, в песке виднелись две отчетливые колеи. Повозку, обильно груженную рулонами грубой, выкрашенной в ручную ткани, тащила марсианская хуфа. Огромные бока блестели от пота, изо рта свешивался язык. Взмокшее животное то и дело подгонял согнувшийся в три погибели фермер. «И вон там», – девушка с улыбкой указала в сторону. За повозкой верхом на небольших вьючных животных караваном тянулись торговцы. Все они носили длинные свободные платья и маски для защиты лиц от песка. На спине каждого животного лежал груз, тщательно закрепленный веревками. Позади торговцев медленно брела нескончаемая процессия крестьян и фермеров, некоторые ехали верхом, другие на телегах, но большинство шли пешком. Все трое ловко затерялись в толпе, следующей за торговцами. Новичков никто не заметил, даже головы в их сторону не повернул. Ян с Марой молча плелись за Эриком, который, соответствующим его санудостоинствам, вышагивал чуть впереди. Неожиданно священнослужитель замедлил шаг и, указывая в небо, тихо пробормотал на марсианском горном диалекте. «Смотрите, ну что видите?» В вершине лениво нарезали круги две черные точки, марсианский патруль. Военные высматривали, не происходит ли в окрестностях, чего подозрительного. Война с Террой могла разразиться в любой момент. «А мы вовремя», — сказал Эрик. «Завтра будет слишком поздно, с Марса улетит наш последний корабль». «Надеюсь, нам не помешают», — заметила Марра. «Хотелось бы вернуться домой сразу, как только закончим». Они брели к городу уже полчаса. По мере приближения стена вздымалась все выше и, казалось, уже целиком заслоняла небо. На протяжении многих сотен лет эту бессмертную громаду хлистали ветра и жарило солнце. У единственного прорубленного в каменной толщи входа в город стояли солдаты-марсиане. Они тщательно осматривали каждого желающего попасть внутрь, проверяя одежду и груз. Эрик напрягся. Очередь теперь продвигалась медленно, даже как будто совсем остановилась. «Скоро наш черед», — шепнул священнослужитель Яну с Маррой. «Готовьтесь». «Будем надеяться, тут поблизости не бродят лейтеры», — сказал Ян. «Солдаты, это еще не так скверно». Марра с любопытством рассматривала нависающую над ними стену и высокие шпили. Под ногами дрожала, вибрировала почва, из башен вырвались языки пламени. В недрах планеты, на заводах и в кузницах кипела работа. В густом удушливом воздухе кружила черная сажа. Закашлявшись, девушка прикрыла ладонью рот. «Идут», — тихо сказал Эрик. Торговцев уже осмотрели и пропустили, один за другим вместе со своими безмолвными животными они исчезали в темном проеме ворот. Глава отряда нетерпеливо махнул священнослужителю и крикнул. «Давай, старик, пошевеливайся!» Не поднимая глаз, Эрик медленно двинулся к стражу. Большая часть солдат бездельничала, некоторые праздно подпирали спинами стену, другие присели в теньке, а один вообще уснул рядом со сложенным оружием, не обращая внимания на ползающих по лицу мух. Марсианин положил руки на пояс и сурово спросил. «Кто такое? Чем занимаешься?» «Чем занимаюсь?» — пробормотал Эрик. «Священнослужитель, я из деревни. Зачем тебе в город?» «Веду эту пару к судьбе, они хотят пожениться», — он указал настоящих позади Яны и Марру. «Таков закон лейтеров», — ухмыльнувшись, страж осмотрел священнослужителя со всех сторон. «Что у тебя в сумке?» «Белье, мы остаемся с ночевкой». «Из какой вы деревни?» «Из Краноса». «Что за Кранос?» — солдат обернулся к напарнику. «Ты слышал о такой?» «А, глушь, помойка, видел, как ты когда на охоту ездил». Главный страж приглашающий кивнул Яну с Маррой. Они робко приблизились к марсианину и встали рядышком, по-прежнему держась за руки. Один из солдат схватил девушку за голое плечо и покрутил. «Но, миленькая у тебя будет, женушка, славная, крепкая», — заметил он, с плотоядной ухмылки подмигнув Яну. Ян ответил сердитым взглядом оскорбленного жениха. Стражи довольно загоготали. «Ладно», — заговорил с Эриком Главный. «Проходите». Из складок одеяния священнослужитель вытащил маленький кошелек и дал солдатам монетку. Миновав сумрачный тоннель под каменной толщей стены, они очутились в городе. «Наконец-то». «А теперь действуем быстро», — прошептал Эрик. Вокруг бурлила жизнь. Город шумел и клокотал, гудели бесчисленные вентиляторы, станки, под ногами подрагивала булыжная мостовая. Повсюду торопливо сновали люди, торговцы, лоточники, солдаты, уличные женщины, и все они говорили громко, одновременно, перекрикивая общий гул. Священнослужитель отвел пару в уголок к кирпичным складам и достал из портфеля три маленькие спирали из чистого металла, замысловатое сплетение проводков и пластин, свитых вместе в миниатюрный конус. Одну взял Ян, другую Мара, а последнюю Эрик спрятал у себя в складках одежды. Итак, запомните, спирали нужно закопать таким образом, чтобы вкупе они образовывали прямую линию, проходящую через центр города. Главный район, где сосредоточено больше всего зданий, необходимо разделить на три равные части. Не забывайте про карты, на улицах будьте внимательны, по возможности ни с кем не разговаривайте, у вас достаточно местных денег, в случае чего сможете откупиться. Опасайтесь воришек и главное, ради всего святого. Не заблудитесь. Эрик резко умолк. Вдоль стены, заложив руки за спины, неторопливо прогуливались двое черных лейтеров. Марсиане заметили собравшуюся у склада компанию и остановились. Уходите, тихо процедил священнослужитель. Встретимся на закате. Он мрачно улыбнулся. Или вообще не встретимся. Быстро не оглядываясь, Мара с Яном разошлись в разные стороны. Какое-то время лейтеры смотрели им вслед. «А невеста-то хорошенькая!» хмыкнул один. «У горных народов в лицах есть какое-то благородство, наверное, сказывается старая кровь». «Да уж, повезло парню», ответил другой, и лейтеры зашагали дальше. Тихо улыбаясь, Эрик проводил марсиан взглядом и влился в неустанно циркулирующий по улицам города поток людей. Вечером они встретились за воротами. Сгущались сумерки, солнце почти закатилось за горизонт, от пробирающего до костей холода одежда совсем не спасала. Дрожащая Мара, прижимаясь к Яну, растирала голые руки. «Ну», – выжидающий сказал Эрик. «Все прошло успешно у обоих». Из ворот города нескончаемой вереницей тянулись крестьяне и торговцы. Им предстоял долгий путь домой через равнину в селении у дальних холмов. На маленькое сборище у стены, трясущуюся от холода девушку, молодого мужчину и пожилого священнослужителя никто не обращал внимания. «Моя на месте, на другой стороне города, у самой границы», – отозвался Ян. «Я закопал ее у колодца». «Моя в промышленной зоне», прошептала Мара, стуча зубами от холода. «Ян, да накинь же на меня хоть что-нибудь, я уже околела». «Отлично», – сказал Эрик. «Значит, спирали рассекут центр на три равные части. Если модели были верны». Он посмотрел на темнеющее небо, где одна за другой загорались звезды. Две светящиеся точки, вечерний патруль медленно уплывали в сторону горизонта. «Нужно поторопиться, это ненадолго». Все трое присоединились к толпе отбывающих марсиан. Город остался позади, постепенно теряя очертания, растворяясь в сумрачных красках надвигающейся ночи. Черные шпили башен уже поглотила непроглядная тьма. Какое-то время они безмолвно шли вместе с селянами, а когда показались макушки мертвых деревьев, свернулись дороги к роще. «Время», – с тревогой сказал Эрик, ускоряя шаг, и нетерпеливо обернулся к Яну с Маррой. «Давайте быстрее». Спотыкаясь по тьмах через камни и сухие ветки, они торопливо взобрались на холм. Наверху Эрик остановился и, уперев руки в бока, оглянулся назад. «Смотрите», – пробормотал он. «Город. Последний раз вы его видите таким». «Ничего, если я сяду. Ноги ужасно болят», – пожаловалась Марра. Ян дернул Эрика за рукав. «Эрик, нужно спешить, времени мало». Он нервно хохотнул. «Если дело выгорит, еще налюбуемся. Хоть всю жизнь смотри». «Да, но уже в другом виде», – тихо ответил тот, склонившись над портфелем. Щелкнула застежка. Эрик достал трубки, проводки и начал ловко складывать на гребне холма пирамидку. Удовлетворенно крякнув, он, наконец, поднялся. «Готово». «Она нацелена прямо на город?» – разглядывая пирамидку, встревоженно спросила Марра. Эрик кивнул. «Разумеется, размещена согласно». Он резко замолчал и как будто напрягся. «Назад, пора. Да, быстрее, быстрее». Ян со всех ног рванул вниз по склону холма, таща за собой Марру, дальше и дальше прочь от города. Эрик не отставал, хотя постоянно оглядывался на острые шпили, едва различимые на фоне ночного неба. «Ложись!» Жених тут же распластался на животе, рядом рухнула Марра и дрожа прижалась всем телом к Яну. Эрик устроился на песке среди засохших ветвей деревьев. Он намеревался посмотреть, что же произойдет. «Хочется увидеть, это же чудо! Я должен увидеть!» Небо озарило ослепительная фиолетовая вспышка. Эрик вскинул руки и прикрыл глаза. Фиолетовый свет превратился в белое сияние. Оно ширилось, росло, росло. Раздался грохот, резкий порыв яростного горючего ветра, опрокинул Эрика лицом в песок. На спине прокатилась волна жгучего воздуха. С треском вспыхнули сухие ветви, запылал огонь. Марра с Яном, зажмурившись, еще теснее прижались друг к другу. «О, Господи!» едва слышно проговорил Эрик. Наконец ураган умчался прочь. Все трое медленно разомкнули веки. В небе еще покачивалась искрящаяся огненная туча, которую, впрочем, уже постепенно начал рассеивать ночной ветер. Эрик, пошатываясь, встал на ноги, затем помог подняться Яну с Маррой. Они молча смотрели вдаль в темную пустоту, на чернеющую впереди равнину. Никто не проронил ни слова. Город исчез. Эрик резко отвернулся и сказал, «Ну, что ж так, часть дела сделана, теперь остальное. Ян, поможешь мне, а то через минуту сюда примчатся сотни патрульных кораблей». «Уже вижу один», заметила Марра, указывая вверх. По небу быстро приближаясь, летела яркая мерцающая точка. «Эрик, марсиане!» с ужасом воскликнула девушка. «Знаю». Эрик с Яном склонились над пирамидкой, намереваясь разобрать ее на части. Но все детали склеились, расплавились, как стекломасса. Трясущимися пальцами священнослужитель отламывал кусок за куском, пока, наконец, не извлек из останков пирамиды какой-то предмет. Он вытянул его перед собой, затем поднял вверх, пытаясь разглядеть в темноте. Ян с Марой подошли ближе и, запрокинув голову, уставились на добычу Эрика, едва дыша от волнения. «Вот он!» скрикнул Эрик. «Внутри!» Священнослужитель держал в руках прозрачный шар, маленькую стеклянную сферу, внутри которой покачивалось нечто крошечное и хрупкое. Присмотревшись, можно было различить микроскопические остроконечные башенки, сложную, колышущуюся в полости шара паутину с плетеных шпилей, словом, «Город!» Эрик положил сферу в портфель, защелкнул замок и скомандовал. «Все, уходим!» Они вновь торопливо зашагали через мертвую рощу тем же путем, каким пришли к городу. «Переоденемся потом во флайере», сказал на бегу священнослужитель. «А пока лучше оставаться так, нам еще могут встретиться местные». «Господи, скорее бы, прям не терпится надеть привычный костюм», проворчал Ян. «В куцых марсианских штанах у меня совершенно дурацкий вид». «А у меня что лучше?» задыхаясь от бега, фыркнула Марра. «Я просто окоченела в этой так называемой одежде». «Обычный свадебный наряд марсианской невесты», ответил Эрик, крепко сжимая в руках портфель. «По-моему, очень красиво». «Спасибо», отозвалась девушка. «Может, и красиво, но жутко холодно». «Интересно, какие версии по поводу исчезновения города будут у марсиан», сказал Ян. «Наверное, решат, что город разрушен. Даже наверняка». «Скорее всего», согласился Эрик. «Подумают, что его взорвали. Нам это на руку, чертовски важно, чтобы именно так они и думали». «Флайер где-то здесь», сказала Мара, сбрасывая темп. «Нет-нет, дальше», возразил Эрик. «Вроде бы за тем холмиком в овраге у деревьев. Трудно понять, где мы сейчас. Темнота, хоть глаз выколи». «Может, зажечь что-нибудь», предложил Ян. «Ни в коем случае поблизости могут быть патрули, которые...» Умолкнув на полуслове, он резко остановился. Ян с Марой застыли рядом. «Что?» заговорила девушка. Впереди мелькнул тусклый огонек, а следом донесся тихий шорох. «Быстро!» сквозь зубы скомандовал Эрик. Низко пригнувшись, он зашвырнул портфель подальше в кусты и тут же напряженно выпрямился. В темноте замаячил чей-то силуэт, вслед за ним показались новые тени, марсиане-солдаты. В глазах беглецам ударил ослепительно яркий луч света. Эрик зажмурился, а луч уже метнулся к Яну и Маре. Пара стояла молча, крепко взявшись за руки. Наконец луч опустился и заскользил по земле, очерчивая круги. Вперед выступила высокая фигура в черном, Лейтер. За его спиной толпились солдаты с оружием на готове. «Эй, вы трое!» заговорил марсианин. «Вы кто такие?» «Не двигайтесь!» «Стойте, где стоите!» Бураве Эрика взглядом Лейтер медленно приблизился. Грубое лицо марсианина ничего не выражало. Он осмотрел священнослужителя со всех сторон, проверил одежду, ощупал рукава. «Прошу вас!» Дрожащим голосом начал было Эрик, но Лейтер оборвал его. «Спрашивать буду я. Кто вы и что здесь делаете?» Отвечай громко и внятно. «Мы... мы возвращаемся в родную деревню!» пробормотал священнослужитель, опустив глаза и сцепив руки. «Мы были в городе, теперь идем домой!» Один из солдат что-то сказал в микрофон переговорного устройства и, отключившись, убрал аппарат. «Идите за мной!» приказал Лейтер. «Мы вас забираем. Да пошевеливайтесь!» «Куда?» «Снова в город!» Солдаты захохотали. «Город сгинул!» ответил кто-то из марсиан. «Все, что от него осталось уместиться в ладони!» «Да что же случилось?» пролепетала Марра. «Если бы мы знали! Ну давайте, поторапливайтесь!» Где-то в темноте зашелестили шаги. Навстречу отряду выскочил солдат. «Сейчас придет высший Лейтер!» доложил он и исчез в ночи. «Высший Лейтер!» Солдаты почтительно вытянулись в струнку. Спустя миг в луче света показался высший Лейтер, облаченный в черное, древний старик с худым, похожим на птичье лицом. Настороженный взгляд живых глаз скользнул по Эрику, потом по Яну. «Кто эти люди?» строго спросил он. «Крестьяне возвращаются домой». «Никакие они не крестьяне, даже держатся по-другому. Крестьяне еле ноги передвигают от голода и от скверной пищи, а эти нет, не крестьяне. Я сам из горных районов, и я-то уж знаю». Он вплотную подступил к священнослужителю, пристально глядя ему в глаза. «Так кто ты?» «Обратите внимание на подбородок. Этот человек никогда не брился заточенным камнем». «Что-то здесь не чисто». В руке старшего Лейтера тускло сверкнул огненный жезл. «Город исчез, а с ним по меньшей мере половина совета высших Лейтеров. Крайне странно. Вспышка, жар, ветер и немалейших следов взрыва. Я действительно озадачен. Расы города нет, пусто. Лишь впадина на песке». «Ничего, заберем этих так называемых крестьян с собой», сказал другой Лейтер. «Взять их в кольцо, убедитесь, что...» «Бежим!» выпалил Эрик. Рванувшись вперед, он выбил из рук Лейтера жезл, и все трое помчались прочь. Солдаты с криками бросились следом, включая на бегу фонари, то и дело сталкиваясь друг с другом во всеобщей неразберихе. Эрик упал на четвереньки и ринулся в кусты, отчаянно пытаясь нащупать заветный портфель. Наконец, пальцы коснулись ручки, схватив драгоценную ношу, он крикнул на родном языке. «К флайеру, быстро!» Священнослужитель устремился вниз по склону, наугад в черноту. По пятам спотыкаясь и падая, мчались солдаты-марсиане. Один из последователей налетел на Эрика, чуть не свалив его с ног. Пока Эрик отбивался, где-то сзади раздалось шипение, загорелся участок склона, поработал Жаза Лейтера. «Эрик!» крикнула Мара. Он бросился к девушке, но неожиданно поскользнулся и упал на камень. Вокруг царила суматоха, полыхал огонь, отовсюду неслись взволнованные крики. «Эрик, ты что ли?» Ян схватил его за плечо и помог подняться. «Флайер должен быть поблизости, а Мара, где же она?» «Тут я», громко отозвалась Мара. «Где-то возле флайера». Эрик с Яном поспешили к девушке. От новой вспышки растущее неподалеку дерево превратилось в огненный столб. Нестерпимый жар опалил Эрику лицо. Мара внезапно сама схватила его за руку из темноты. «А теперь флайер бы найти», отдуваясь, пропыхтел Эрик. «Если марсиане еще до него не добрались». Он скатился во враг и, не выпуская портфели на ощупь, двинулся вперед, шаря рукой по сторонам. Наконец, пальцы коснулись гладкого холодного металла, дверца флайера. Эрик облегченно выдохнул. «Нашел, Ян, давайте внутрь, Мара, не отставай!» Он втолкнул Яна во флайер, следом скользнула миниатюрная Мара и умастилась рядом. «Стоять!» ряхнул грозный голос. «Прятаться во враге бессмысленно, мы все равно до вас доберемся, выходите!» Шум голосов потонул в рёбе двигателя. Флайер сорвался с места и взмыл ввысь. Эрик ловко уворачивался от тусклых огненных лучей, последних яростных атак лейдеров и их отряда. Машина веляла из стороны в сторону, с хрустом ломая макушки деревьев. Беглецы поднимались над рощей выше и выше, с каждой секунды набирая все большую скорость. Горстка марсиан осталась далеко позади. «К марсапорту, да?» заговорил Ян. Эрик кивнул. «К нему, к нему! Сядем за полем на холмах, там и переоденемся в нормальную одежду, как торговые агенты!» «Вот черт, если успеем на корабль, это будет настоящее чудо!» «На последний корабль!» тяжело дыша прошептала Марра. «А если не успеем?» Эрик посмотрел на кожаный портфель, лежащий у него на коленях, и процедил. «Придется успеть, просто обязаны!» За столом воцарилось долгое молчание. Тэтчер не сводил глаз с Эриксона, а тот, откинувшись на спинку стула, потягивал виски. Ян с Маррой не проронили ни слова. «Значит, город вы не разрушили», заговорил наконец Тэтчер. «И пальцем не тронули, просто уменьшили и поместили в стеклянную сферу, в пресс-папье. А теперь опять вы даете себя за камевоизжеров, вооруженных лишь портфелем с образцами констоваров». Эриксон с улыбкой вновь извлек стеклянный шар пресс-папье и, подняв его на свет, принялся разглядывать содержимое. «Да, город всего-навсего похищен. При проверке детектором лжи мы говорили правду. Нам действительно ничего не известно о разрушенном городе». «Но зачем?» удивился Тэтчер. «Чего ради похищать город? Его ведь можно разбомбить». «Ради выкупа», заявила Мара, рассматривая шар. Ее темные глаза возбужденно блестели. «Это самый крупный город на Марсе. Там половина совета, и теперь они у Эрика в полном его распоряжении». «Марсу придется согласиться на все требования Терры», кивнул Эрик, «и принять наши условия в сфере торговли». «А войны, наверное, вообще не будет». Вполне вероятно, тарани добьются своего без всякой драки. По-прежнему, улыбаясь, Эрик убрал шар в портфель. «Да уж, ничего себе история», присвеснул Тэтчер. «Любопытная процедура уменьшения, сжать целый город до микроскопических размеров. Потрясающе. Неудивительно, что вы смогли улизнуть от марсиан. Но нет, какая дерзость. Таких и правда никто не остановит». Он задумчиво взглянул на стоящую стола портфель. Где-то внизу урча мерно подрагивали двигатели, межпланетный корабль мчался сквозь космос в далек Этерию. «Ну вот мы и рассказали свою историю, мистер Тэтчер», заговорил Ян. «А лететь еще прилично. Может расскажете о себе? Каков ваш профиль, чем занимаетесь?» «Да», подхватила Мара. «Чем вы занимаетесь?» «О, чем я занимаюсь?» эхом повторил Тэтчер. «Ну что ж, если это интересно, сейчас покажу». Молодой человек сунул руку под полу пальто и вытянул нечто тонкое, блестящее и мерцающее. Огненный жезл. Оцепенев от ужаса, диверсанты потрясенно уставились на оружие. Тэтчер небрежно взмахнул жезлом и направил его на Эриксона. «Мы знали, что вы трое здесь, на корабле», сказал он. «На сей счет сомнений не было». «Но что стало с городом?» «Мы терялись в догадках. Я с самого начала предполагал, что город не разрушен. Аппаратура совета засекла в том районе внезапное сокращение массы в размере как раз равном массе города. Значит, город не уничтожили, а каким-то образом похитили». «Увы, совет лейтеров мне не поверил. Пришлось отправиться в погоню самому». Чуть повернув голову Тэтчер кивнул сидящим у барной стойки мужчинам. Все поднялись и направились к столику. «Да уж, на редкость интересную штуку вы придумали. Очень пригодится на Марсе. Возможно, теперь ситуация изменится в нашу пользу. Вот только вернемся в Марсапорт и тут же начну над этим работать, а пока будьте добры, передайте ко мне портфель». Большое спасибо за прослушивание этого ролика. Если вам понравилось, я буду очень признателен, если вы напишите комментарий, даже просто сердечко или огонечек, это поможет ютубу понять, что это видео можно предлагать посмотреть другим зрителям. Неравнодушные люди, желающие поддержать меня и мой канал финансово, могут это сделать по реквизитам в описании. Спасибо всем большое.